Обманутые дольщики смогут получить свое жилье в области. Принят закон, который защищает права участников долевого строительства. Сейчас в регионе почти 200 человек, для кого потраченные на строительство квартир деньги оказались вложенными в никуда. Это только по официальным данным. Ведется десяток уголовных дел. Новый закон позволит обезопасить участие в долевом строительстве для граждан. А дома будут сданы. Только уже не теми застройщиками, которые по каким-то причинам бросили свой объект другими. В этом будут заинтересованы сами организации. После завершения недостроя они смогут получать новые участки для возведения зданий вне конкурса. Мы будем этим вопросом звонить вместе с правительством и контролировать, чтобы, собственно говоря, остановить вот эту, ну, очень, ну, я не знаю, пагубная такая ситуация, когда просто людей обманывают, деньги берут, эти средства используют на свои нужды или на какие-то там другие. Будем работать для того, чтобы вот обманутых дольщиков у нас становилось все меньше. Ну и постараться вообще эту тему как-то закрыть. Кстати, бюджет на следующий год тоже принят. Правда, пока только в первом чтении. Впервые за много лет областное правительство предусмотрело профицит. Власти планируют сосредоточиться на повышении доходов области. Они превысят расходы почти на 800 миллионов рублей. Лишними деньги не будут. Их направят на погашение госдолга. В планах за три года уменьшить сумму кредитов на 3 миллиарда рублей. Отличие бюджета 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов в том, что мы больше не предполагаем увеличение коммерческих кредитов. Мы предполагаем сокращение в том числе и бюджетных кредитов.